Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео я, как и обещал, расскажу вам про аналоги плеймаркета. То есть, вы можете размещать мобильное приложение не только в плеймаркете, а уже в свете текущей ситуации, с закрытием монетизации, это становится принципиально важным элементом. Если вы хотите стать андроид разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия. Если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству, по профессии андроид разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе, андроид разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс андроид разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Итак, начинаем вас знакомить с аналогами. Пока пройдемся по обычным, не китайским, а обычным аналогам Play Market. Эптоид. Эптоид это независимый магазин приложений для андроид устройств. Здесь в общем-то представлен большой выбор полезных приложений, всего на платформе больше 1 миллиона приложений. Эта платформа предоставляет пользователям альтернативный способ игр и способ поиска игр и приложений, нежели в Play Market. Но это нам не особо интересно. Особо интересно в том, что разработчики могут создавать в рамках этой платформы собственные свои магазины на этой платформе через специальное API. В принципе, если вас это заинтересует, то вы можете покопаться и ничего сложного в этом нет. Но опять же, вы должны быть андроид разработчиком для того, чтобы в этом и всем разобраться. Скачивание доступно также в формате API, так же как и на Play Market. Ну это вот самая первая, да, допустим, платформа. Следующая платформа F-Droid. Это каталог приложений для андроид. Здесь главным преимуществом является то, что здесь расположены только проверенный софт, то есть проверенные приложения без вредоносного программного обеспечения. Поэтому это очень такая хорошая площадка для того, чтобы разместить свое мобильное приложение. Но перед публикацией приложения они проходят полную проверку, ну собственно, как и на Play Market. Поэтому это очень такая безопасная, очень хорошая платформа и здесь все очень прекрасно на самом-то деле. И все приложения, которые здесь есть, они бесплатные. То есть вы здесь можете применять свою собственную личную монетизацию. Это очень хорошо. Но есть также здесь на этой платформе добровольные пожертвования. То есть тоже то, что дает вам плюс. Дальше, следующая платформа представлена в виде магазина андроид-приложений, который является главной альтернативой Google Play. С помощью данной площадки можно искать и устанавливать игры, приложения в формате APK файлов. То есть так же, как и на Play Market. Все приложения, они разделены также на категории, рекомендуемые, популярные и так далее. Есть стройный поиск, очень удобный софт, очень удобный интерфейс. На эту платформу можно загрузить игры и программы, скажем так, которые недоступны пользователю Google Play. Но это из-за оригинальных ограничений. То есть здесь вы не... из-за локации своей вы не ограничены, что очень даже и приятно. Следующая платформа Mobile 9. Это магазин, также для андроид-приложений, в котором можно скачать бесплатные приложения, игры, различные мелодии, видеоролики. Также есть на площадке различные сборники, всяких комиксов. Но тут очень много всего, в том числе и мобильные приложения. Следующая платформа Slide.me. Slide.me это магазин приложений для андроид-устройств. Большая часть контента публикуется на площадке и распространяется бесплатно. Как правило, здесь размещаются игры и приложения, которые предназначены для слабых смартфонов. То есть вы можете здесь для более старых смартфонов делать какие-то приложения. Здесь более такое вот, олдскульное, наверное, приложение. В отличие от Google Play, здесь не нужно вообще проходить процесс регистрации. То есть вы должны понимать, что все это вообще бесплатно, а тут регистрации не нужно проходить. То есть ничего платить не надо. Любой желающий может вообще развести здесь свое приложение. Здесь такой, можно сказать, серый рынок мобильных приложений. Но, собственно, тоже платформа довольно-таки интересная и к ней стоит присмотреться, конечно же. Если вы хотите разрабатывать мобильные приложения для владельцев смартфонов Xiaomi, то для вас GetApps, ваша платформа. Также есть специализированная платформа под Samsung, которая называется Samsung Galaxy Store. Ну, собственно, по основным аналогам это все. Но, так как я говорил в видео, есть аналог китайских магазинов. Их в основном примерно 10 выделяют. Например, есть 360 Market. Да, и очень важно, что у этого портала, 360 Market, есть отдельный портал для разработчиков. Это очень важно. Здесь более 150 тысяч приложений, примерно для 70 китайских смартфонов. Это один из лидеров. Это, в общем говоря, один из лидеров на китайском рынке. По факту это как плеймаркет для всего мира. Следующая платформа здесь. Она занимает второе место в популярности. И тоже здесь отдельная площадка еще для регистрации для разработчиков. И очень интересно посмотреть и на эту площадку, потому что здесь очень довольно-таки широкая библиотека с мобильными переложениями. Это как бы тоже... По факту китайские эти все площадки не друг на друга похожи. Ну, просто зависим. Есть специализированные под смартфоны какие-то. Есть, скажем так, просто дублируют, да, по охвату. В одном больше пользователей, в другом меньше. Следующая площадка Angie. Также очень интересно на нее посмотреть, потому что тут тоже разбито все так по категориям. Все очень довольно-таки хорошо сделано и все упорядочено. По факту они все одинаковые, да, по факту. Ну, вот есть площадка Xiaomi, DCN, Baidu Market есть. Baidu, кстати, это крупнейшая в Китае поисковая система. Подключившись к ней, вы сможете показывать свои приложения вообще поисковой выдачи. То есть даже поисковой выдачи можете выдавать на территории Китая свое мобильное приложение в поиске. Следующая площадка, она начиналась как система управления приложениями, но сейчас превратилась с объемом больше, чем 300 миллионов пользователей. Вообще нужно понимать, что китайский рынок, он очень большой, потому что численность Китая, она очень огромная. И поэтому здесь вы можете найти свою нишу. И, как правило, вуаля, никаких проблем с выводом денег не будет. То есть это наш новый рынок, с которым нужно знакомиться и на который можно выходить обязательно. Еще один вариант AppChina. Еще один крупный магазин, отличающийся надежной защитой приложения, но он готов возместить даже пользователям все потери, если они загрузили вредоносное ПО. То есть, видимо, здесь не очень сильно проверяется качество программного обеспечения. Я вам советую, да, кстати, ссылки на все платформы будут в описании под видео. Ну, просто знайте, что на китайский рынок стоит пересматриваться, стоит выходить, потому что он очень многочислен. Проблем с выводом денег не будет. Это, по факту, наш за границей на ближайшее время. И я также, я вам советую, здесь, кстати говоря, можете использовать и как старенькую, ту самую известную нашу монетизацию, монетизацию, с дешевой рекламой, так и свою монетизацию. Тут рынок разгуляться позволяет куда угодно. И, ну, если вы хотите не работать на китайском рынке, а просто найти аналоги на Play Market, то я вам представил сегодня еще несколько площадок. Вы можете к ним присмотреться. Ссылки на все эти площадки будут в описании под видео. Ну, а на сегодня у меня все. Я вам обещал показать аналогичные площадки для публикации ваших мобильных приложений, как и платные, так и бесплатные. Очень много бесплатных площадок. Интересен рынок Китая очень. Ну, тут уже с маркетинговой точки нужно подходить, понимать, что нужно китайскому пользователю. Но очень интересные, скажем так, очень интересные перспективы нас ожидают. Конечно, те, кто в панике, думаю, бросил занятие андроид-разработкой, но такие на самом деле люди и не нужны. Зачем засорять рынок? Я поэтому всегда вам в последних видео говорю, что рынок очень сильно очистится. Останутся только качественные разработчики, которые не тупо просто что-то могут запрограммировать, а которые могут самостоятельно сделать актуальный продукт. И именно такие индивидуальные разработчики будут сейчас очень сильно в цене. Ну, а на сегодня у меня все. С вами был проект Мабу. До встречи на следующих эфирах. Всем пока.